Глава двадцать пятая Пусть сыны Израилевы построят для меня святилище, чтобы я жил среди них. Вы должны сделать мое жилище с кинью и все, что в ней, в точности так, как я покажу тебе. Пусть сделают ковчег из акации два с половиной локтя длиной, полтора шириной и полтора высотой. Покрой его чистым золотом изнутри и снаружи и обведи золотой каймой. Сделай четыре золотых кольца и прикрепи их к четырем ножкам ковчега. Два кольца с одной стороны ковчега и два с другой. Сделай шесты из акации, покрой их золотом и вставь в кольца по обе стороны ковчега, чтобы носить его на шестах. Эти шесты всегда должны быть вставлены в кольца ковчега, их нельзя оттуда вынимать. В ковчег ты положишь текст завета, который я вручу тебе. Сделай для ковчега навершие из чистого золота, два с половиной локтя длиной и полтора локтя шириной. По краям навершия сделай двух херувимов золотой чеканки, одного с одного края, другого с другого края. Они должны составлять с навершием единое целое. Стоя друг другу лицом и глядя на навершие, они должны простирать над ним крылья. Поставь навершие на ковчег, а в ковчег положи текст завета, который я тебе вручу. Там, над навершием ковчега завета, между двух херувимов, буду я пребывать во время встречи с тобою, возвещая через тебя мои повеления сынам Израилевым. Сделай стол из акации, два локтя длиной, локоть шириной и полтора локтя высотой. «Покрой его чистым золотом и обведи его золотой каймой. По краям его сделай стенку высотой в ладонь и обведи эту стенку золотой каймой. Сделай четыре золотых кольца и укрепи их по четырем углам стола над ножками. Кольца должны прилегать к стенке. В них будут вставляться шесты, когда нужно будет переносить стол. Шесты для ношения стола сделай из акации и покрой их золотом. Сделай из чистого золота блюда, ковши, кувшины и чаши для возлияний. На этот стол ты должен регулярно класть хлеб, что будет лежать пред лицом моим. Сделай светильник, чеканный, из чистого золота. Его ствол, ветви и чашечки, основания чашечек и лепестки должны составлять единое целое. У него должно быть шесть ветвей, три с одной стороны и три с другой. На каждой из шести ветвей по три чашечки, как цветок миндаля, с основанием и лепестками. На самом же светильнике четыре цветка, как цветок миндаля, с основанием и лепестками. Под первой парой ветвей – основание чашечки, под второй парой – основание чашечки и под третьей парой – основание чашечки. Так должно быть под всеми шестью ветвями светильника. И основание чашечек и ветви – одно целое со светильником. Все должно быть чеканным, из чистого золота. Сделай семь ламп и расставь их на светильнике, чтобы освещать пространство перед ним. Щипцы для фитилей и кадильницы должны быть из чистого золота. На светильник и на все его принадлежности отпусти один талант чистого золота. Смотри, сделай все в точности так, как тебе было показано на горе. Глава двадцать шестая Садки для скинии десять полотнищ из тонкого льна, голубой, пурпуровой и багряной пряжи. На них должны быть вытканы херувимы. Длина каждого полотнища – двадцать восемь локтей, а ширина – четыре локтя. Все они должны быть одного размера. Пять полотнищ пусть будут сшиты вместе в один кусок, и пять других тоже сшиты вместе. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделай голубые петли, и такие же петли вдоль крайнего полотнища другого куска. Пятьдесят петель должно быть на крайнем полотнище одного куска, и пятьдесят на крайнем полотнище другого куска, петля напротив петли. Сделай пятьдесят золотых застежек и скрепи оба куска в одно целое, с кинью. Садки из козьей шерсти – одиннадцать полотнищ, покров с киньи. Длина каждого полотнища – тридцать локтей, а ширина – четыре локтя. Все одиннадцать одного размера. Пять из них с шеей вместе. И шесть остальных с шеей вместе. Шестое сложи пополам, оно будет свисать над входом. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделай пятьдесят петель. И пятьдесят петель вдоль крайнего полотнища другого куска. Сделай пятьдесят медных застежек, вставь их в петли и скрепи оба куска, чтобы получился единый покров. Избыток по длине покрова – пол полотнища – должен прийтись на заднюю стену скинии, а избыток по длине полотнищ – локоть с одной стороны и локоть с другой – на боковые стены скинии, чтобы полностью покрыть ее. Сверху сделай покрытие из дубленых бараньих шкур, а поверх него – покрытие из тонко выделанной кожи. Сделай для скинии рамы из акации. Каждая рама – десять локтей длиной и полтора локтя шириной. Каждая – из двух соединенных брусьев. Такими должны быть все рамы скинии. Для южной стены скинии сделай двадцать рам и сорок серебряных опор под них, по две опоры под каждую раму для обоих ее брусьев. Также и для второй, северной стены скинии сделай двадцать рам и сорок серебряных опор, по две опоры под каждую. Для задней, западной стены скинии, сделай шесть рам, а для задних углов еще две рамы, которые внизу должны быть раздвоенными, а наверху, там где первое кольцо, цельными. Таких рам должно быть две, по одной на каждом углу. Для этих восьми рам нужно шестнадцать серебряных опор, по две опоры под каждую. Сделай перекладины из акации. Пять для соединения рам вдоль одной стены скинии, пять для соединения рам вдоль второй стены скинии и пять для ее задней, западной стены. Средняя перекладина должна соединять рамы от одного конца стены до другого. Покрой рамы золотом, приделай к ним золотые кольца для крепления перекладин, и покрой перекладины золотом. Воздвигни скинию так, как было показано тебе на горе. Садки завесу из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. На ней должны быть вытканы херувимы. Подвесь ее на четырех столбах из акации, покрытых золотом, с золотыми крюками. Для этих столбов нужны четыре серебряные опоры. Завеса должна находиться прямо под застежками. Поставь за ней ковчег завета. Эта завеса будет отделять святилище от святыни-святынь. Поставь навершие, настоящее в святыне-святынь ковчег завета. Перед завесой поставь стол, а напротив стола светильник. Светильник должен стоять у южной стены скинии, а стол — у северной. Сделай полок, который будет закрывать вход в этот шатер. Полок должен быть разноцветным, из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. Сделай для полога пять столбов из акации, покрытых золотом, с золотыми крюками. Атлей для столбов пять опор из меди. Глава двадцать седьмая Сделай из акации жертвенник. Пусть он будет квадратным. Пять локтей в длину и пять в ширину. А высота его пусть будет три локтя. На четырех его углах сделай роги. Они должны составлять с жертвенником единое целое. И покрой все медью. Сделай тазы для золы, лопатки, чаши для кропления кровью, вилки для мяса и совки для углей. Всю утварь для жертвенника сделай из меди. Сделай для жертвенника решетку, медную сетку. И прикрепи к четырем ее углам четыре медных кольца. Укрепи решетку под окаймлением жертвенника так, чтобы она доходила до середины жертвенника. Сделай для жертвенника шесты из акации и покрой их медью. Когда будет нужно перенести жертвенник, эти шесты будут вставляться в кольца, что у него по бокам. Сделай жертвенник полым, из досок. Пусть сделают его так, как было показано тебе на горе. Вокруг скинии сделай двор. С южной стороны, вдоль двора, должна идти завеса из тонкого льна, длиной сто локтей на двадцати столбах. Под столбы нужно двадцать медных опор. С северной стороны, вдоль двора, также должна идти завеса длиной сто локтей на двадцати столбах. Под столбы нужно двадцать медных опор. Крюки и соединения на столбах должны быть серебряными. С западной стороны, по ширине двора, должна идти завеса длиной пятьдесят локтей на десяти столбах. Под столбы нужно десять опор. С востока ширина двора должна быть пятьдесят локтей. По одну сторону от входа должна идти завеса длиной пятнадцать локтей на трех столбах, под которые нужны три опоры. И по другую сторону должна идти завеса длиной пятнадцать локтей на трех столбах, под которые нужны три опоры. Садки для ворот разноцветный полок длиной двадцать локтей из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. В воротах должно быть четыре столба, и под них нужны четыре опоры. Соединения и крюки на всех столбах вокруг двора должны быть серебряными, а опоры для столбов – медными. Длина двора – сто локтей, ширина – пятьдесят локтей. Высота завеса из тонкого льна – пять локтей. Опоры для столбов должны быть медными. Все принадлежности скинии – колышки для скинии и колышки для завесы вокруг двора – должны быть медными. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok